Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня греши. Мы озвучим на материал, часть нашего библейского сайта православного, вот здесь. И здесь вопросы, разбитые 4124 ответа по папкам. И вот шестой пункт – это вера. И вот по вере мы сейчас будем вопросы эти отсюда брать и насчитывать. Вот, мы маленько еще не закончили. Говорится здесь о вере, о бесах, демонах, как изгоняют. Прокоснулись здесь Василия Новикова. И вот тут еще одна такая статья появилась. Она называется «Необычный секс против дьявола». Весьма необычно поступал со своими прихожанами пастор из Сан-Диего. Сейчас и сам Карлос Ромеро, пастор из американского города Сан-Диего, не может сказать, поддался ли он дьявольскому искушению, или ему так делать велел Всевышний. Пока он еще сомневается. Все началось с того, что священник Карлос Ромеро, слывший примерным семьянином, стал приглашать к себе домой для изучения Слова Божьего, как он сам признался на суде, подвержившись его особому доверию молоденьких прихожанок. Подвержившись. Одна из них рассказала, что посещала дом пастора дважды в неделю, где Карлос вместе с женой рассказывали ей о Библии. Уже замечательно. Кавычки открыты. «Я доверяла ему, поскольку он учил познавать смысл священного писания», — говорила она. «Неожиданно. Результатом такой учебы оказалось «селение дьявола», послушную ученицу». В этом, по словам прихожанки, ее убедил святой отец. При этом он заметил, что исцеление возможно посредством секса. И возьмется выполнять эту трудную и неблагодарную миссию он сам. Молодец. Напуганная девушка была готова на все, чтобы избавиться от неведома, как селившиеся в нее напасти. Она поверила словам святого отца. После чего на протяжении месяца благочестивый священник проводил сеансы, в кавычках, «изгнания дьявола» в своей машине в различных укромных уголках города. Как потом выяснилось, таким образом пастор Карлос Ромеро избавлял от дьявольской напасти не один десяток симпатичных прихожанок. Но, вероятно, сеансы изгнания демона проделывал не совсем добросовестно, поскольку прихожанки остались недовольны предпринятыми святым отцом мерами и сообщили об этом в нововведении, кавычках, «полицию». Дело оказалось в суде. Но вопрос судей о том, почему жертвам сексуального аппетита священника не пришло в голову критически отнестись к словам Ромеро. Они простодушно отвечали, что верили ему, как представителю Бога и его возможностям защитить их от дьявола. Адвокат пастора утверждает, что все женщины добровольно вступали в половой контакт с подзащитным. По его мнению, дело святых отцов должно рассматриваться теологами, а не судебными органами. Геннадий Кайчук, газета «Труд», 30 сентября, 6 октября, 2004 год, страница 24. Эти-то изгнания не совсем добросовестные. Врач пренебрегает длительной болезнью. Руки опускает, не видя результата. Если бы до этого мы в грехи не лезли и в реанимацию, то был другой наш статус. Ты на стихотворение пришел. Лечат легкомысленные горе-депутаты, пастыри фальшивые, лжеучителя. На зипун с лохмотьями новые заплаты. От вина пролитого мокрая земля. Лекари-волшебники, отойдите прочь, как жрецы валовы, не терзайтесь зря. Вашим знаниям мерзизерных грех не превозмочь. Ночь не отступает и не взойдет заря. Ваши комитеты – лучшие программы. Есть обманка чувственной и злодейски хитрой. Крутят и извелюжились, твердят свое упрямо звезды и палеты, сверкающие митры. Перестать грешить – вот это вас страшит. Животолюбцы бедные, как бледные поганки. Не раскрывая Библию ее святых вершин, не знаете, как щедро дает спаситель манну. Лекарство уникальное, оно без срока давности. На этикетке цифры, главы и стихи. Там фармацевт-апостол вам не подсыплет гадости. Водою не разбавлено, вино не рвет мехи. Из древности пророк на нас сверкает скальпелем. К помилованию музыкой сзывает всех Давид. Полынь для аппетита, дабы мы право алкали. И результат такой, что мертвых удивит. Какой бы застарелой короста ни была, Как глубоко болячки в теле не гнездились, Бог воскрешает заново, без крашенных заплат. В словах Иисуса мощь – живительная сила. Чтоб впредь не заболеть, не заразиться вирусом, Не подхватить заразу, согнувшись инвалидом. Евангелие дай в самом себе расширить. Слезами выжмем грех на искренней молитве. 27.08.04. Игнатий Лапкин. Вопрос 2311. Как отличить крест, какой Господь дает, И крест, который мы сами придумываем? Ответ. Это особенно видно на монашествующих. Там все на выдумках и на перелицовке текстов Писания Под свою оперетту. Болезни, страдания – это от Господа. Остальное мы не должны влечь на себя, Заботясь о излишнем. Исайя 5.18. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие Вервями суетности, И грех как бы ремнями колесничными. Экклесиаст 5.11. Сладок сон трудящегося. Мало ли, много ли он съест, Но при священии богатого не дает ему уснуть. А у трудящегося даже мало, много съест не влияет это. А у того уже надутые пузыри. Этот крест переедание многие несут, Но загрузили его в свою утробу своим невоздержанием сами, Хотя Господь и предупреждал не делать этого. В море раньше на кораблях были мачты. Они в виде креста для натягивания парусов. И кто дал человекам этот крест? Если они запились. Притча 23.31.34. Не смотри на вино, как оно краснеет, Как оно искрится в чаше, Как оно ухаживается ровно, Впоследствии как змей оно укусит И ужалит как аспит. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, И сердце твое заговорит развратное, И ты будешь как спящий среди моря, И как спящий наверху мачты. Поступай по заповедям Божьим, По Писанию. Не желай обиды творить, Смиряйся пред Господом, И своих крестов можешь не творить, А Господень будет в радость и во спасение. Бог дает нам травы на поправку, Напитал здоровьем корень, стебли, Неразумным может стать отравой, За грехи глаза таких обрекли, Померкли. Слово Божие живое, Не гербарий, Столько в нем живительных цветов, Молодыми делает из старых, Воскрешает явных мертвецов. Врач-священник нам приносит веник, Непонятно от каких болезней, Жжет, крапит, За запись просит денег, Сопоршививших, чесоточных, облезлых. Пусть даже не умела, Но и я займусь сбором трав Весною ранней, летом, Почему же не лечилась Русь На пустыре псалтирью от поэта? Горные отроги у пророков, У апостолов просторы и вершины, Всюду нам лекарства от пороков, Если даже взять по порошинке. Целые аптеки Моисея От гангрены и проказы лютой На весь мир апостол Павел сеял, Нужное на каждую минуту. Только не ленись с умом пройтись По урочищам пророчеств у Исаии. Соломонов обретешь нарцисс, Те лекарства просится к нам сами. К фармацевтам я с вопросом ложкой, За лекарством от грехов болезней. То, что нам апостолы положат, Ничего нет лучше и полезней. За старелые болезни наших ног, Лечиться ходьбой с благовестием, Запасай другим лекарства впрок, Не сиди, как монастырь, на месте. Двадцатая, седьмая, седьмая, четвертая. Геннадий Лаптин. Вот так. Теперь вытаскиваем это. Новый вопрос, который я обработал. Вопрос 2275, девятый том открытым окон. Можно ли соблюдением заповеданного Нагорной проповеди достигнуть Царствия Небесного? Ответ. Если по букве понимать, То следует только эти девять заповедей Блаженств исполнить, И тебе уж Бог обязан дать Царство Небесное. Но на деле здесь все невыполнимо для неверующего. Эти заповеди, возможно, выполнит только Возрожденной душе, Кто полюбил Христа, И Дух Святой вселился в Него. Человек спасается не делами даже Новозаветного Закона, А кровью Христа, Спасителя нашего и Господа. Новозаветные заповеди блаженств Являются одеждой, В которую облекается душа, Следуя уже за Господом. Исайя 64, 6. Все мы сделались как нечистый, И вся праведность наша Как запачканная одежда, И все мы поблекли как лист, И беззаконие наше Как ветер уносит нас. Откровение 19, 8. И дано было ей облечься Виссан чистый и светлый. Виссан же есть праведность... Виссан. Сколько раз? Виссан. 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 Какой? Виссан же есть праведность святых. Вот что такое праведность. Белая одежда. И ради чего будет неверующий пытаться Исполнять то, что противно здравому смыслу. Разум говорит, чтобы мы веселились, Премудрость Соломона 2, 9. Никто из нас не лишай себе участия В нашем наслаждении. Везде оставим следы веселья, Ибо это наша доля и наш жребий. Вот все везде. И вдруг предлагается плакать, Чтобы быть блаженным, То есть здравым и счастливым. И так в любой заповеди. Вначале было слово, Божий Сын. Не журналистика, газетное вранье. Слова библейские положим на весы, И перевесит наше вшивое тряпье. Не надо городить бессмысленный плетень, Из фраз отдельных, выбранных удачно. Под царским одеянием не воцаряйте пень, Бесплодие очевидней среди колосьев злачных. Библейские, евангельские строки Пытаются пришить к своим хламидам, Эпиграфам божественным не оживить убогих, Хотя незнающим и нравится по виду. Не хлебом, мол, единым человек живет, Когда безбожную козявку оживляет. Не хлебом, колбасой, и тычут с кровью в рот, А дальше мыслями-кургузами виляет. Вода иная здесь за запятой, Умолченные слова страшнее грома, Но всяким словом Библии святой, Здесь смысл пропуска чудовищно огромный. От Бога исходящие слова, Они питают душу лучше хлеба. Не хлеб выходит наша голова, Но живым и глаголом, сшедшим с неба. А поется песня. Он же слышал с ней хлеб всему голова, А то отец сына наказывал. То камни собирают строя храмы, В которых торжища, монахи за прилавком, Сверхлегкомысленно вращуют людям раны, Курение ладана обкуренному травкой. Не только проповедь о распятом мессии, О воскресении его и о прощении. Чудесно оживите камни, что носили, Под сводом бросили лежать без попечения. Не надо врать, у Бога воровать, Слова нетленные, толкуя в кость и криво. Присклявых журналистов, корреспондентов врать, Вставляет в Божье слово безумное курсивом. Тридцатое, шестое, на четвертое. По теме, староку. Вопрос 969, третий том открытым оком. Деяние 12.8. И сказал ему ангел, Опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему, Надень одежду твою и иди за мною. Почему сначала опояшься, А потом одень одежду? Пояс получается под одеждой? Интересно. Ответ. Может быть, Евангелист Лука записал слова ангела не в том порядке, Как они были сказаны. Или ангел сказал в общих чертах, А не для того, чтобы именно в таком порядке. Петр начал одеваться, Согласно инструкции от ангела. Можем даже предположить, Что пояс был на нижней одежде, На рубашке. И после того, как он оподпоясывался, Надевалась, как и у нас, верхняя одежда. Вопрос 1252, 4 том, открытый моком. Матфея 6, 21. Ибо где сокровище ваше, Там будет и сердце ваше. Относится ли это так же к иконам? Ответ. Много потрудились священники в этом направлении, Чтобы скрыть Христа и Библию. Сегодня главное сокровище людей, Свечной ящик, Этот присосавшийся к телу церковному житокаянный. И если бы ставился вопрос, Или, или, Как, например, в отношении икон и свечей, В том виде, Как это принято сегодня в храмах, А не так, как должно, Это же касается детского крещения, То нужно сказать, Что все это следует устранить, Аннулировать, Как не просто отвлекающие от Господа и от Библии, А фактически заменившие их. Иеремей 17, 9. Лукавое сердце человеческое более всего И крайне испорчено. Кто узнает его? Притча 25. Помыслы в сердце человека глубокие воды, Но человек разумный вычерпывает их. Вычерпывает. Вычерпывает их. Все нововодители, Чего-то привносимого в обыденную жизнь в мире, Могут и не догадываться о всех последствиях, Которые грядут за этим нововведением изобретения. Я тебя предупреждаю, Не изобретай ничего. Изучи то, что есть. Главное, оно сделано. А остальное подкорректируют годы. Найдутся специалисты по технике безопасности В данной отрасли. Например, Майкл Фарадей. И в кошмарном сне не мог представить себе, К чему приведет поворот проволочной рамки в магнитном поле. Сотни тысяч и даже более киловольт. Передача электроэнергии на тысячи километров. Если бы ему кто-то показал сотни тысяч пораженных электрическим током, И что все это берет начало от его проволочки, То захотел ли бы он это открытие выпустить на свет? Но люди придумали изоляторы, предохранители, Надписи, инструкции, Чтобы обезопасить себя от этой беды. И тысячи людей наблюдают за этим. Изобретатель автомобиля не мог увидеть миллионы трупов тех, Кто попадет под колеса автомашин. Но есть в каждом государстве те, Кто наблюдают за безопасностью движения. Учат детей в школе, Как переходить улицу. Всюду светофоры и знаки. Не влезай, убьет. Не переходи, задавит. В пользовании каждым предметом Существует опасная граница, Передя которой ты можешь расстаться с жизнью. Но вот, Напустили иконы. Кто-то уже тогда ощущал страшную опасность от них. 120 лет шла борьба с так называемой иконоборческой ересью. Император Лев Исаврянин пытался найти компромиссное решение. Оставить иконы в храмах, Но поднять их повыше, Чтобы люди не могли к ним прикасаться. Чтобы икона почитания не превратилась в идолопоклонство. Углая мысль-то была. Православные фанатики не пошли на это, Но дерзнули даже на убийство царя, Несогласного с ними, В самом алтаре во время рождественского богослужения. Зарезали его. Сегодня твердо устоявшееся мнение Очень у многих, Что без иконы нельзя молиться, Что икона должна быть только металлическая или деревянная. Учитывая, что люди не знают содержания Библии, И в храме бывают трижды за свою жизнь, Колесное христианство Первое, привезли в коляске на крещение, Потом приехал на кадиллаки венчаться, И привезли на катафалке отпеть. Что может знать такой, Кавычках православный, Об иконах? Сегодня, В каждой машине, Почти в каждом кабинете, У всех преступников, Зэков, Всюду иконы, Как языческий оберег от несчастного случая, От ареста. Если потеряется крестик, Или найдется, Сколько волнения, Паники, Для многих и многих, Подавляющей большинстве людей, Ни иконы, Ни крестики не нужны, Их нужно запретить, А не продавать. Эти предметы стали фетишем, А православленное язычество, В полном смысле, А поганенное, И в столь опасном деле, Ни одного инспектора, Ни одного, Кто говорил бы, Как для работников с электричеством, И автодорогах, О том, Как велика опасность, От этого наводнения, Нововведения в церкви, От этого изобретения, Иконопочитания. Икона подменила Бога, Так и говорят, Показывая на икону, Вот Бог, А вот тебе порог, Выгоняя недруга. И если сегодня, Ставился бы вопрос, Что для православия безвредней, Иметь иконы, Или не иметь, Ответ может быть только один, То есть, Не иметь. Какой ответ? Не иметь. Конечно. От того, Что не иметь, Никакого вреда нет, А что иметь, Столько вреда, И два миллиарда мусульман против. Вопрос 911, Третий том, Открытым оком. Мы знаем много случаев, Когда люди обращались, Из разных вероисповеданий, Православную веру. Но были ли случаи обратные, Когда люди, Познавшие истину православной веры, Обращались в лжеучения. Если были, То почему? Ответ. Депутат Государственной думы, Священник Полосин, Принял магометанство. Вячеслав. У меня на это одно объяснение. Он был просто неверующим, И таким и остался. И пошел ради каких-то выгод. Познавших истину православия, Вообще очень мало. И чтобы из них, Кто-то перешел в другую веру, Таких единицы. Могу дать объяснение, По каждому конкретному случаю, Какие были в нашей общине. Эти люди были мучены, В открытую демонами, Их явлениями, Или же не имели никакой веры, И все держалось на одном обмане. Таких было только два человека, А остальные не желали трудиться, Смиряться. И если бы не было Московской Патриархии, Они бы так и не перешли бы Ни в какую другую веру, А просто ушли в мир. Что и случилось с ними. Но они это преподнесли Сами себе в шуршащей обертке. Перехожу в Московскую Патриархию. И Микрия кончилась. Они потерпели полный крах. Веру потеряли. Библия оказалась забытой и заброшенной. Духовные глаза ослепли. Они раз в год на Пасху Могут прийти в любой храм, Исповедаться и причаститься, Живя в гнусном разврате. Они потеряли веру. И их трагедию, Безверие Московская Патриархия Признает загореческий поступок. 1 Иоанна 2.19 Они вышли от нас, Но не были наши. Ибо если бы они были наши, То остались бы с нами. Но они вышли, И через то открылось, Что не все наши. Стих. О Боже, дай мне воле силу, Ума сомненья мертви, И я сойду во мрак могилы При свете веры и любви. Мне сладко под твоей грозою Терпеть и плакать, и страдать. Молю, оставь одну со мною Твою святую благодать. 1851 Никитин. И.С. Как его звать и величать? Не знаю, но тихо. Иван Савич. Никитинская. На ней улица Покровский собор стоит. Иван Савич. Запомни. Иван. Вот так. Вопрос 601. Второй том открытый Моком. Место писания 2. Коринфянам 6.1. Мы же, как спаспешники, Умоляем вас, Чтобы благодать Божия Нечетно была принята вами. Значит, благодать Божия Может быть принята напрасно? Ответ. Напрасно в смысле Дело, не доведенного до конца. Если человек начинает строить И не высчитает расходов. 1 Тимофея 1.19. Имея веру и добрую совесть, Которую некоторые отвергнув, Потерпели кораблекрушение в вере. Откровение 3.11. Се гряду скоро. Держи, что имеешь, Дабы кто не восхитил венца твоего. Конец. Дело венец. Евреям 10.38. Праведный верой жив будет, А если кто поколеблется, Не благоволит к тому душа моя. Филиппийцам 3.18. Ибо многие, О которых я часто говорил вам, А теперь даже со слезами говорю, Поступают как враги Креста Христова. Филиппийцам 2.21. Потому что все ищут своего, А не того, Что угодно Иисусу Христу. Вопрос. 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 Достало все-таки. Понятно, она туда залет. Теперь боится отпускать ее. Ну, видно, придавило совсем уже. Ну да. Вот маленькая кошелька, Какая хорошая. Вопрос. Второй том, открытый блоком. Насколько в наше время Есть вероятность спастись? Ибо судя по всему, Что творится в мире и в церкви, То это очень трудно. Ответ. Трудно и почти невозможно. Филиппийцам 4.13. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все могу. Все могу. Первое. Коринфянам 10.13. Вас постигло искушение не иное, Как человеческое. И верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, Но при искушении даст и облегчение, Так, чтобы вы смогли перенести. Римлянам 5.20. Закон же пришел после, И таким образом умножилось преступление, А когда умножился грех, Стало преизобиловать благодать. Третья ездра 6.33. Посему он послал меня показать тебе все это, И сказать, уповай и не бойся. Притча 22.19. Чтобы упование твое было на Господа, Я учу тебя и сегодня, и ты помни. Исайя 12.2. Вот Бог, спасение мое, Уповай на Него и не боюсь, Ибо Господь сила моя и пение мое, Господь, и Он был мне во спасение. Псалом 113.19. Боящийся Господа, Уповайте на Господа, Он наша помощь ищит. 1 Фессалоникийцам 1.3. Непрестанно помятуя ваше дело веры, И труд любви, И терпения, И упования на Господа нашего Иисуса Христа, Пред Богом и Отцом нашим. Стих. Чем труднее, Тем блистательнее победа, Дело святое за правду стоять, Весело биться со злом, Любо врага на борьбу вызывать, С ясным открытым челом. В этой упорной, неравной борьбе Лучше победы не жди, Знай, что пожать не придется тебе, Дум твоих светлых плоды. Но закаляясь все больше борьбой, Не отступай ни на шаг, Чтобы и труп опозоренный твой Встретил с почтением враг. Федоров Амулевский. Вопрос 2315. Скажите, был ли хоть один такой случай, Что человек умер от поста, А вот от ожирения умирают, Болеют. Ответ. От истинного поста, С разумением дела, Никто и никогда еще не делался хуже, И тем более не умирал. Но никогда по самохотению, Сектантскому, Начинают рекорды ставить, Тогда тебе маячит конец крышки. Крышка тебе, горбовая. Исайя 58.3 Почему мы постимся, А ты не видишь? Богу претензии. Смиряем души свои, А ты не знаешь. Вот в день поста вашего Вы исполняете волю вашу, И требуете тяжких трудов от других. Вот так все. Псалом 34.13 Я во время болезни Их одевался во вретище, И изнурял постом душу мою, И молитва моя возвращалась в недра мою. 2 Коринфянам 11.27 В труде и в изнурении, Часто в бдении, В голоде и жажде, Часто в посте, На стуже и в ноготе. Если человек немощный, Очень престарелый, Или очень молод, То ему послабление в посте. Разрешается масло растительное вкушать. Постники доживают до глубокой старости, И они здоровее непостящихся. Лука 2.37 Вдова лет восьмидесяти четырех, Которая не отходила от храма, Постом и молитвою служа Богу день и ночь. Вспоминая не воспоминания об умерших какие, Припоминает, что знакомые тогда, Быть может в образец оставим крылья, Или характер обычайной рога, Кто расшифрует то, Чем жил подспудно, Мотивы осудительных поступков, Когда я облечал наедине, Прилюдно, Меня в ответ толкли, И вы в житейской ступе. Не посчитают ли записки, Дневники за мусор, Выметут с ненужным хламом, Разворошат ненужные венки, Все разнаряженное, Без души, по плану. А я до похорон Вам столько блюд сготовил, Перчил, боясь Не досолить на завтрак, Все по закону чистое, Без крови, Как жить без алкоголя, Презирая сахар. Теперь ворочаются блюда на кассетах, Отснятые видео, Без боли улыбаюсь, Кинжальным ротчерком Отметился по сектам, На клавиатуре отпечатал пальцы. Это брали, когда арестовали, Там называется играть на рояле, Отпечатки. Понимаешь, сколько здесь? Кинжальным ротчерком Отметился по сектам. Кинжалом. Компьютер отдохнет от перегрева, Враги опомнятся не скоро в интернете, А мириады стрел и тягших слева, Мне лучше реквием ударами отпеты. Распродаю заранее, что можно, Мне легче раздавать в компактных письмах, Иные принадлежат теперь таможни, Что поспешил раздать, То сохраню без риска. Вещички, вещи брошенные стынут, Подпорченные, иногда заплатой, Развеется все в мареве с осенним дымом, Врага смеет, принизит, Над чем я горько плакал. Для переезда времени в обрез, Уже слышны шаги от смерти, Она и ваш попутчик. Осталось в нофике и скафандр успеть залезть. Господь, ты обещал везти туда, где лучше. Как космонавт в скафандр залезти? В гробовину. 6-й, но 9-й, но 4-й глав. Вопрос 2317. Я вижу, что кое-кто из вашей общины Крест накладывает быстро, И даже такое впечатление, что небрежно. А старообрядцы накладывают очень основательно. Так как же его накладывать-то? Ответ. Не могу сказать о других, Кого вы видели, Так накладывающего крест, Но мы как раз и учим этому основательно, Чтобы на лоб, на чрево и на оба плеча. И поклон поясной такой, Чтобы рука могла пол достать. А у старообрядцев поклон условный. У них голова даже перпендикулярно к телу Никогда не становится. И их мы учим правильно истово кланяться. Или вы видели у нас впервые пришедших, К кому мы только что разрешили прийти, Как вам с дочерью. Старообрядцы много, Небрежно нашего молятся. Это они и сами подтверждают. В нашей книге к истинному православию, В главе о молитве, Подробно можете об этом прочесть. Кланяться положено, Так как и Христу при его жизни люди кланялись. Иоанна 4.22. Вы не знаете, чему кланяетесь, А мы знаем, чему кланяемся, Ибо спасение от иудеев. Матфея 8.2. И вот подошел прокаженный, И кланяясь ему, Сказал, Господи, если хочешь, Можешь меня очистить. Матфея 9.18. Когда он говорил им сие, Подошел к нему некоторый начальник, И кланяясь ему говорил, Дочь моя теперь умирает, Но приди, Возложи на нее руку твою, И она будет жива. Матфея 18.26. Тогда раб тот пал, И кланяясь ему говорил, Государь, потерпи на мне, И все тебе заплачу. Матфея 20.20. Тогда приступила к нему мать Сыновей Завидеевых, Сыновьями своими, Кланяясь и чего-то прося у него. Везде кланяясь, кланяясь. Мы спрашиваем вопреста, Почему вы не кланяете? Они нападали, что мы кланяемся, А тут сразу растерялись, И никто ничего не может ответить. О крестном же знамении В Библии нет ни слова, Но святые отцы преподали его нам, И мы им пользуемся. Неправильному крестному знамению, Как небрежному маханию руки, Беса радуется, Говорит Златоуст. Мы постоянно учим своих людей Правильному крестному знамению, И дети в лагеристане у нас это умеют делать Уже в первые же дни пребывания у нас. Душа, характер, мысль, чело и век. Что образует личность человека? Теснились мысли в сердце, в голове. О том, что было сказано, написано, пропето. А был ли автор животворно худ? Зело, да приезлиха жирный и косматый. Мы с ним не съели соли целый пуд, С молитвой жизнь закончил или с матом? Неведомо, как автор он молчит, В бегущих строчках, так же между строк. С Лолитой тешился, как педофил в ночи, А может, с бесами был досконально строк? Ну, Лолиту кто написал? Ну, Набоков. Набоков. А бесы? Это, который, Достоевский, который? Да. Какой он сам писатель, сочинитель! Несносный, компанейский, целомудрен, Что по душе нам, в том он наш сожитель. Он правду матку режет или пудрит? А где говорит, пудрит? Все устремленности свои запечатлел, Идеи бывшие и откровений сладость, Предупреждал нас, находясь в петле, Успев сказать о рай и об аде. Чем более знакомишься с таким, Он разрастается в гиганта Златоуста, Цитирует из библии нам главы и стихи, И не в славяню вяз, а говорит по-русски. Таким поклон и через сотни лет Они осаживают дерзость у священства, В правителей разбойников их слово – пистолет, На книжных полках видное им место. В застывшем барельефе сжаты губы, Не по-иконному потупленные очи, Примером жизни мы спасаем или губим, Следы оставим, наследив меж строчек. Жить по-евангельски рабом у Яговы, Делами расписаться, что в потомках, На генном уровне у христиан слугою, Вот так во сне приснилось, в самом тонком. Сон монашеский, тонкий сон. Как там? 36. 36. 36.